Уходящий век должен был ознаменовать последнюю строчку в криминальной летописи России громким и, как провозглашалось изначально, победным процессом по делу о взрыве на Котляковском кладбище в Москве. Однако итог почти годичных судебных слушаний известен. Все трое подсудимых были оправданы за недоказанностью вины. Кто убил 14 человек и более 20 ранил, так и останется неизвестным. Больше года во Владивостоке журналиста Григория Пасько сначала следственные, а затем и судебные органы пытались представить шпионам. Пасько действительно осудили за разглашение секретных сведений. Но, вероятно, чтобы смягчить общественный резонанс этого судебного решения, Пасько амнистировали. Дело бывшего исполняющего обязанности генерального прокурора Алексея Илюшенко уже на протяжении четырех лет не может попасть в суд. Следствие давно закончено, и хотя общественное мнение прокурорскими усилиями было уже сориентировано на то, что Илюшенко как минимум взяточник, наступившая многолетняя пауза наверняка изменила представление об образе бывшего исполняющего обязанности генпрокурора.